МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Знаете ли калятки, поете ли их? И видели ли вы когда-нибудь рождественские флеш-мобы, а может быть и участвовали в них? Нравится ли вам идея воспеть Рождество Христово в торговом центре или в кафе? Ждем ваше честное мнение по телефону 379-6570, код города 343. Пишите нам ВКонтакте, на Фейсбуке, на форуме телеканала «Союз». Ну и для того, чтобы дать всем полное представление о том, что такое рождественский флеш-моб, мы воспользуемся видеозаписью, сделанной РИА-новости. Посмотрите, пожалуйста. КОНЕЦ 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Здравствуйте. Душа чувствует родное. Спасибо вам. Спасибо огромное. И тоже с наступающим Рождеством Христовым. Друзья, ну говоря о Рождестве Христовом, мы хотели поговорить не только о калятках, еще о рождественских богослужебных песнопениях, потому что они будут звучать во время службы, а будем ли мы понимать их смысл? И подпевать. И подпевать, кстати говоря, да. Коллега? Ну, я не знаю, смотря какие будут песнопения звучать. Я мало знаю песнопений, в том числе и рождественских. На Пасху я стараюсь не подпевать, чтобы не сбивать клирос. Так громко поешь? Не знаю, как будет на Рождестве. Я очень стесняюсь петь мужским голосом в церкви, потому что ты у себя на уме, начинаешь петь, а кто-то там собьется. Поэтому лучше про себя. Понятно. Ну, вот мы сейчас примем звонок и обратимся все-таки к тропарю Рождества Христова. Здравствуйте. Пожалуйста, говорите. Вы в эфире. Мы вас слушаем. Я могу говорить, да? Да, пожалуйста, говорите. Как вас зовут? Откуда вы звоните? Меня зовут Любовь, я звоню из Москвы. Очень приятно. С праздниками, со всеми наступившими и наступающими. Вы знаете, я хочу вам сказать свое мнение по поводу флешмоба. Мне очень нравится. Алло. Да, 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 слушаем, пожалуйста, говорите. Мне очень понравилось. Я считаю, что свидетельствовать, не проповедовать, это нельзя назвать проповедью или какими-то высокими словами, но свидетельствовать о Господе можно разными способами. Это то же самое, что очень много обсуждений в интернете и вообще везде, где только можно, о том, может ли священник там сниматься в кино, вот что касается, ну, известного священника Ивана Ахлобыстина. Я считаю, что очень много молодых людей, я даже вот, я уже взрослая женщина, у меня сыну 23 года, но я знаю, как они любят смотреть вообще все, что касается передач там, да, с Ивана Ахлобыстина. Она начиналась-то все с обычного фильма. Так что первые шаги можно делать, то есть свидетельствовать о своей вере, о своей любви даже, можно так сказать, к Господу, можно совершенно разными способами. И если для молодежи это приемлемый способ, то почему нет? Спасибо огромное. Есть батюшки, которые проповедуют, ну, совершенно церковным языком, а послушайте Патриарха Кирилла Святейшего, ведь он говорит совершенно понятным для молодежи языком, поэтому способов свидетельствования о Господе очень много. И флэш-клуб, это, по-моему, это замечательно. Спасибо, спасибо огромное. Друзья, еще бы хотелось, чтобы нам позвонил кто-то, кто знает калятку и может ее вспеть. Мы бы были очень рады. Мы в детстве пели калятки, я помню, с братьями, с кузенами. Ну, я же говорю, я пою плохо. В детстве ты это мило, а когда уже сидишь в солидном возрасте студии. Да, надо спеть как-нибудь с коллегами. Хорошо, друзья, все-таки рождественский тропарь. Я боюсь сбиться, потому что я тоже знаю его твердо, только когда кому-то подпеваю. И все-таки, чтобы мы чувствовали себя уверенно во время рождественского богослужения. Рождество Твое, Христе Боже наш, воссия мир и весь свет разума. В нембу звездам служащие, звездою учахуся, тебе кланяйтеся, солнцу правды, и тебе ведите с высоты востока. Господи, слава Тебе. Перевод на русский язык, на современный русский. Твое рождение, Христос, Бог наш, озарило мир светом богопознания. Ибо служившие звездам, звездою учились, поклоняйтеся Тебе, солнцу правды, и Тебя знать с высоты востока. Господи, слава Тебе. Друзья, я хочу сказать, что 7 января в нашем эфире вы увидите целый такой певческий проект нашей Варечки Антроповой, которая в свое время окончила Регенское отделение. И, может быть, вы обратили внимание на цикл программ Тера Инкогнито, где объясняется значение и суть певческих глазов, а кто их. Ну, а теперь Варя вместе со своими коллегами обратилась к рождественским песнопениям, и это тоже будет вам интересно и полезно. И у нас еще звонок. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Откуда звоните? Надежда. Очень приятно. Откуда вы звоните нам? Это город Серов. Вы знаете, это так здорово и неожиданно. Это так. И вообще, я лично, я приветствую вот это, если бы у нас, скажем, в городе где-то случилось это. Я бы тоже очень радовалась. Ну, возможно, бы получилось или нет вместе со всеми, но я бы радовалась. Это просто, ну, это чудесно. На самом деле, это так радует, это так возвышает. Это здорово. Спасибо. Спасибо огромное. Вы знаете колятку рождественскую какую-нибудь? Можете нам спеть? Ну, коляска, ох, ну, ну, есть, вы знаете, есть. Ну, давайте, мы же вас не видим, мы же только слышим, мы будем так рады. Да, от волнения просто, я забыла. Да и ладно, ну. Есть. Вот, ну, забыла, если честно, от волнения, забыла. Тогда, вы знаете, мы завтра эту тему продолжим, поэтому, друзья, готовьте все колятки, пожалуйста, и звоните, чтобы мы попели. Договорились? Вот. Что касается еще завтрашнего дня, это очень важно. Время московское. Завтрашние трансляции. В 9.30 мы планируем прямое включение с патриаршего богослужения в храме Христа Спасителя, рождественский сочельник. В 17 часов по московскому времени Елоховский собор. Также планируется прямая трансляция богослужения предрождественского. В 23 часа планируется прямое включение из храма Христа Спасителя. Будет служить святейший патриарх Кирилл. Ну и также ночью планируется прямая трансляция рождественского богослужения. К сожалению, пока не могу сказать из Москвы или из Екатеринбурга. Дорогие, всем нам доброй, богоугодной встречи рождения Христа Младенца. С праздником. С вами был Лев Баховдин. Светлана Младен. Программа «Честное мнение». Даст Бог. Завтра увидимся. И вместе встретим Рождество Христово. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»